Привет, друзья! Вы на канале Власенко Лайфи. Меня зовут Максим, кто со мной еще не знаком. И добро пожаловать в 10-й день нашего эксперимента 100 дней 10 целей. Мы сейчас выдвигаемся на автовокзал. Нужно забрать с Украины посылочку. Мой знакомый передал сюда на Познань и попросил меня здесь ее подъехать забрать. Поэтому сразу же ответом на вопрос очень много кто в фейсбуке, так в комментариях пишут, как передавать посылки, чем передаете, какая почта, не почта, особенно во время карантина. Сейчас уже водителя берут посылки. Сколько это будет стоить и какого она размера, я вам покажу дальше. И потом мне надо встретить еще одну девочку. Она с Кракова. Позвонила, что ей нужно сдать тест на коронавирус. Попросила ее встретить и отвезти туда. Поэтому тоже будет интересный контент, как здесь проходится тест на коронавирус, как это вообще все проходит. И это должно быть на авто. Ну и где это делать я вам тоже все покажу. Погнали пока за посылкой. Все, забрал посылочку. Вон тот красный автобус передает это все. И вот такой вот кулечек. И я на самом деле не знаю. Я еще свяжусь с своим знакомым, который это передавал. Может он уже оплатил, но забрал я это бесплатно. И то ли водитель забыл то, что она не оплачена, то ли она уже была оплачена. Я уточню вам потом на монтаже поставлю, сколько это стоило. А сейчас идем, ждем девчонку. Поговорим с ней, заснеем с ней интервью, попьем кофе. А потом на тест коронавируса поедем. Так, девушка уже приехала. Иду к ней. И остановил меня охранник. Говорит, типа, без маски нельзя. Я накрылся этим. Говорит, типа, так можно? Она говорит, нет, спустись вниз, там на информации возьми масочку бесплатно. Что сейчас подойдем? Какой сервис? Кстати, как там в Украине? Вас еще штрафуют или бесплатно маски раздают? И нахай. Просто масочка. И как это? Там масочка запечатанная в конвертике. Вот что она за дармо. Она бумажная. И это, типа, будет защищать хоть как-то от вируса. Жесть. Ладно, сейчас сделаем. И вот такая вот масочка. Я не знаю, как меня в ней слышно. Ну, прикольно, зато бесплатно. И здесь неакрессивно, хотите? Сделаю, сделаю все. А тут у меня на ковид, а тут мне интервью не рад. Так это же самое интересное, типа, как проходить тест ковид. А, ты хочешь, чтобы я рассказала, она мне не в ней вообще. Смотри, только чтобы она не упала от кофе. И вот мы встретились с Александрой. Привет. Привет. Они там зовут? А, зовут? Так, вот мы приехали на пункт сдачи анализа на ковид. И нас зовут сразу туда подъехать. Хотя, вроде как, наше время еще не пришло. Сейчас посмотрим, как оно тут будет все проходить. Так, и вот тут у нас пункт верификации и знак стоп. Я, наверное, свое окно мне надо закрыть, да? Да. Прошу, замкните, ну, прошу, мать документ до доводу. Это может и твою надо было бы закрыть? Да, да. Прошу. Колосовская. Могу я, пані, подать? Проверяют в списке, есть ли такая. А ты записывалась до этого, да? Так. 14.35. И человек, который сдает на коронавирус, должен сидеть именно за водителем. Окей, спокойно. Но не знаю, могу я еще какой-то номер, я еще ПСЛ тут вам. А может, паня как-то зверификает с ПСЛ-у? А, я еще паспорт при себе. Эвентуальне могла бы пані спробовать с паспортом. А, это имена родциковой. Аха, окей. А, окей. А, окей. А, это имена родциковой. А, это имена родциковой была. Спокойно. Так, вроде как нашли. И проезжаем сразу же до следующего. А тут уже, наверное, сам тест будут проводить. Попросили заглушить машину. А, окей. Как ты себя чувствуешь? Отлично просто. Спокойно. Полноцем надо сослужить. Вот так происходит тест на коронавирус. Все, сдали тест на коронавирус. Скажи, пожалуйста, знаешь ли ты что дальше? Теперь, когда ждать результаты? Куда он придет? Да, в течение 72-х часов результат придет или на мейл, или можно забрать результат письмо по твоему адресу проживания, или уже, как в моем случае, это будет в шпитал. То есть они сразу туда направят? То есть они сразу направят туда результаты, потому что 19-го числа, когда я прихожу в шпитальный прием, они уже должны знать результаты, чтобы или впустить меня на территорию, или не впустить. Ну, а если бы что, и тест был положительный, то... То ты будешь сидеть на карантине вместе с мной. Ну, мне-то не страшно. Мне тоже. Но тебя тогда не берут на операцию, а будут лечить от коронавируса, или как? Ну, тогда я лежу две недели у них в шпитале, именно в заказном познании, а после этого меня принимают на новый термин какой-то на операцию. Понял. Но, надеемся, на лучшее. Но если бы очень хорошее чувство, я надеюсь, что у меня там нет никакого корововируса, коромбовируса. Ну, мы в любом случае, там, через 72 часа с тобой спишемся, и вам покажем, как выглядит этот результат, и как оно все происходит. Все, тогда погнали в хостел. Да? В хостел. Отдал посылочку. Она уже была оплачена, так что все нормально, и стоит это с Днепропетровской 400 гривен. Я давал посылочку как раз той девушке, с которой мы должны были ехать на Open Air. А, так получилось, отдала мне денежку, Open Air отменили. Поэтому, к сожалению, мы туда не попадем. Ну, ничего страшного. А сейчас еду забирать ребенка, причем я его ни разу не забирал в садика во время коронавируса, даже не знаю, как это делается. Всегда делала жена, отдадут или скажут, кто это за дядя. Погнали. Так, ну идем попробуем забрать ребенка, я смотрю, что там вообще еще и очередь. Погнали. Продолжение следует. Здравствуйте. Что ты можешь? Что ты ешь? Тая. Тая. Ешь? Папа. Что? Суп. Суп? Жемнячку. Жемнячку. Хорошо. Что? Что? Что мама готовит? Мама готовит ести. Ешь то что? Жемнячки и суп. Не, 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 тоже готовят. Я не знаю, что готовить. Борщ, мабуть. Не, 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 а я не люблю борщ. Ну, поехали додому подивимся, что мама приготовила. Это моя штучка. Так, ноги с кресла снимай. Что такие грязные? Все. Все. Это что? Что с разлив на себе? Ну, я все, я ехаю и так вот смазываю все. Ясно. Ну, ладно, поехал. Поехал. Забрал ребенка, решил проверить еще статус карты побыта жены. И все, статус поменялся. Карта готова до отберу. А у нее запись аж на какое-то там 22 число есть. Я говорю, давай заходи в интернет, смотри, может есть свободные места на сегодня, на завтра. Зашла, проверила, есть на завтра. Не знаю, в интернете пишут то, что мест нету, как зарегистрироваться, помогите. Если надо, то всегда места есть. Вот так тоже бывает.